Да, Ирина, гости из Франции устроили экскурсию по Парку Победы, показали новый музей трудовой славы и национальную деревню. Внучка последнего дореволюционного саратовского губернатора Сергея Тверского, Елизавета Станиславская, никогда не была на исторической родине семьи. И поэтому сегодня очень переживала за свой русский. Начала думать, может быть, приехать, когда Горбачев был. А потом снова было как-то плохо, а до этого совсем не хотелось. Но бабушка так мне рассказывала все про Россию. Я боялась, приеду и буду разочарована. Кстати, что касается деда Елизаветы Владимировны, последний дореволюционный саратовский губернатор Сергей Тверской был человек скромный и совершенно не публичный. До сих пор краеведы и историки сумели восстановить далеко не все факты его судьбы, в том числе после 1917 года. В области даже не сохранилось ни одного портрета Тверского. Этот пробел внучка обещала восполнить и передать в музей краеведения фотографии с изображением деда, а также документы и некоторые вещи. Сделать это она должна была уже сегодня, но по пути в музей ей стало нехорошо. Две ночи не спала и ни одной минуты не отдыхала. Думала, что мудрая, что еще молодая, а нет, капусты нет. А вообще в свои 77 Елизавета Станиславская довольно-таки в хорошей форме. Весь парк Победы и национальную деревню она прошла пешком. Далее у гостей из Франции в планах посетить Крытый рынок и главпочтамп. Дело в том, что эти здания были открыты ее дедом в 1916 году. Ирина.